Недельная глава Эмор О том, что еврей должен быть готов отдать свою жизнь, чтобы осветить имя Творца О святости праздников и о святости шаббата, субботы И приводит Гаон Равмойша Шапира цитату из книги, которая имеет отношение к нашему братцу Аврааму И написано там, что в реальности все существует в трех аспектах Мир – это место, это пространство Год – это время И душа – это человек И о трех уровнях святости говорится в нашей главе Коины выделены Они приносят хлеб, благоуханный хлеб Творцу Они приносят жертвы в храме И они как душа еврейского народа Место Три годовых праздника мы должны со своими сыновьями показаться в храме В Песок, в Шавуот и в Суко Храм – это особенное место, где целуются небо и земля И, наконец-то, святость времени – это шаббат Это суббота, которая оказывает влияние на три дня до нее и три дня после Но сказано так, что Творец сотворил мир Ти шешет, ямин Как шесть? Не за шесть дней Творец сотворил мир А как шесть? Что это значит шесть? Как мы находимся в пространстве? Есть шесть главных направлений Вперед, назад, направо, налево, вверх, вниз Но есть одна точка схода Которая возвращает все распространение к одному И во времени есть шесть дней работы И есть шаббат Точка святости В которой одна шестидесятая будущего мира И, наконец-то, храм, куда евреи поднимаются в три годовых праздника Это главная тема, о которой говорится в нашей главе Святость коинов Святость места – это храм И святость времени – это шаббат День вечности Освящение имени Творца В Талмуде написано Если мудрец тут же не заплатит Это будет охуление имени Творца Рабий Йоханн говорит, если я пройду четыре шага без твелин И без слов Торы Это будет охуление имени Творца И я хочу рассказать вам историю Которую рассказал Рабь Йоси Валес Про своего отца Идал Валес В маленьком местечке Польши Когда зашли туда немцы Он побежал и выхватил из ряда своего свояка Мужа своей сестры, у которого было много детей И договорился с немецким офицером, что он его заменит И началось страшное его путешествие по аду По немецкому аду Из лагеря в лагерь он выходил Переходил в другой И вот 44-й год Уже немцы отступают Он в немецком лагере в Дахау Идал Валес 16 лет он туда попал, в этот ад И вот ему в этом лагере возле Мюнхена, в Дахау Он видит, как ведут группу евреев На сожжение И вдруг один пожилой еврей внимательно посмотрел на него И бросил ему маленький мешочек Он тут же спрятал его под куртку, лагерную куртку Он думал, может там кусочек хлеба Но когда он попал в свой барак Он развернул И вместо хлеба он увидел Тфилин Сколько лет он уже не видел Тфилина 5-5,5 лет И он решил Утром Одеть Тфилин Он надел их на свою голову и руку И в этот момент Вошли немецкие офицеры Они застали его за этим Тут же арестовали Построили весь лагерь И виселица была готова И вот он стоит И немецкий офицер перед всеми объявляет Этот преступник Наздевал вот эти коробочки Эту еврейскую рацию Чтобы связаться с нашими врагами За это он будет тут же здесь повешен И вдруг Блеснула блестящая идея Этому немецкому эсэсовскому офицеру Скажи Может у тебя есть последнее желание Перед смертью? Да Сказал Идл Валес И что же это за желание? Я хочу надеть Тфилин Перед смертью Гениальная идея Эти фотографии будут украшать Все центральные немецкие газеты Повесили еврея Тфилин на голове И вот Идл Валес Надевает Тфилин на руку На голову И вдруг он видит ряд евреев Они уже столько видели Своими глазами страданий В этом немецком аду И вдруг он видит Как они плачут Плачут Они думают Вот этот молодой еврей Осветил имя Творца И сейчас Перед их глазами Его повесят И он закричал им Евреи Я их победил Действительно Немцы увидели Он надел Тфилин Перед всеми В немецком лагере И тогда один из них сказал Нет Мы тебе не доставим Такого удовольствия Сейчас я тебе дам Два тяжелых камня Поставлю тебя на колени И ты получишь Двадцать пять ударом Кнутом по голове Но если хотя бы Один камень Выпадет из твоих рук Я тут же прострелю тебе голову Явно ты не выдержишь И идол Валес Сказал себе Что бы ни было Я выдержу И на двадцать пятом ударе Кнута по голове Он потерял сознание Немцы подумали Что он умер И бросили его На груду трупов Но он вышел К нему пришел его друг Перевязал его голову Прятали его в бараке И он выжил Его сын сейчас Руководит организацией Арахим Который делает семинары По всему миру Он осветил имя Творца В немецком аду А его сын Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok